здравствуйте дорогие друзья начинаем недельную главу балак это вне израиля и потрясающая глава очень много давайте о двух вещах первое ну во первых мы получаем ответ на вопрос зачем мы с вами вот слушаем все эти уроки для чего научиться написано согрешил я ибо не знал балак балак пошел по нехорошему пути пошел против воли бога пошел проклинать израиль там целая история и на этом пути естественно у него начались беды ослица свернула с дороги пошла по полю потом прижала его ногу к забору а в конце концов просто легла под ним белом три раза и ударил на положение стало еще хуже и вдруг его глазам открывается и он увидел ангела стоящего перед ним нас обнаженным мечом на дороге и понял поведение своей с лицей и сказал ангелу согрешил я ибо не знал что ты стоишь передо мной скажите пожалуйста но если я чего-то не знал не видел чем же я согрешил объясняет святой а шла он согрешил тем что не знал я не знал это не оправдание придет человек высший мир и станет ему понятно что много законов он нарушал по ошибке из-за незнания он будет говорить я не знал а ему скажет это не ответ это не ответ почему ты не знал почему ты не слушал уроки торы почему ты не занимался вот тут скроется очень сильный ответ надо только вдуматься в него но еще более важная вещь говорится это наша не идеальной главе это первый раз когда говорят о машиахи это глава торы балак и интересно что пророчество о маши хипп изрок белом не евреи можно сказать описанный такой ярый антисемит его пригласили чтобы проклясть еврейский народ почетную миссию не смог выполнить потому что всевышний вложил его уста совсем другие слова и сказал он вижу его но не ныне смотрю на него но издалека взойдет звезда от якого и встанет скиптор от израиля все мудрецы до единого говорят что здесь речь шла о маши вера в приход маши их важнейшая основа иудаизма в талмуде трактате шаббатом сказано следующее душа человека представшая перед небесным судом слушаем внимательно задают только несколько вопросов первое выделял ли ты время для изучения торы работал ли честно создал ли семью родил ли детей для женщины это не имеет отношения и ждал ли ты машиаха если на все вопросы ответ утвердительный душа сразу попадает в рай если с первыми тремя вопросами более-менее понятно то последние несколько странные почему ожидание машиаха становится мерилом того насколько достойно ты прожил свою жизнь более того это настолько серьезно что рамбам в твоем труде законы царей пишет что тот кто не верил в приход машиаха или не ждет его прихода отрицает слова торы попробуем разобраться почему должны ждать машиаха жить с ощущением вечной нехватки там несовершенства казалось бы в наши дни совсем другая еврейская жизнь уже все легче стало можно кошерное найти можно спокойно праздновать праздники там и не опасаясь гонений что тогда не хватает или давайте иначе заднем вопрос что нового принесет с собой приход машиаха и рамбам объясняет в то время не будет у нас него и не зависти не соперничество потому что будет благо в изобилии все будет хорошая доступна как песок но это написано не главное главное то что машинах вернет нам жизнь по законам торы другом месте рамбам пишет это царь построит храм соберет евреев россия иных по миру не вернуться в силу все законы которые прежде которые нету сейчас будут приноситься жертвы соблюдаться все и тогда то есть смотрите что произойдет в торе 613 заповедей но больше из них мы не можем сегодня соблюдать когда нет храма и тот кто не понимает сущности этого недостатка он еще не все вообще понимает вокруг храма была построена жизнь если человек хотел выразить благодарность богу он приходил приносил благодарственную жертву если там согрешил греха очистительную выращив урожай приносил храм первый и так далее главная задача машиаха не обеспечить нам сладкую беспроблемную жизнь а дать возможность соблюдать всю тору вернее так легкая жизнь это не более чем техническое условие для того что мы соблюдали тору в полноте именно поэтому все будет хорошо и согласно философии хасидизма с приходом ашеха будет совершенство мы получим ответ на главный вопрос зачем бог создал человека каком в это смыслом а медрежет анхума написано что бог хочет обрести жилище в нижнем мире но сегодня это выполнить задачу он мы не можем вообще никак мы не он не может жить в мире который мы загрязнили невероятным образом нашем мире постоянно идет борьба между добром и злом между святостью нечистотой мы не можем быть полностью с всевышним не способны все время осущенную как бы ощутить его присутствие но когда придет машиах этого препятствия не будет мы обретем жизнь со всевышним во всей ее полноте и тогда уже будет в пору спросить почему точнее не почему нам нужен маша зачем был нужен вот все это предыдущее время когда мы не могли исполнить свой потенциал нам это объяснят тоже короче с приходом ашеха мир обретет полноту совершенство поэтому ждем ашеха и молимся его приходе каждый день и дай бог чтобы это произошло уже прямо сегодня браха ва цлахам